Я весила 48 килограмм, но в течение года я потеряла 15 килограмм и стала весить 33 килограмма. Мы обращались к самым лучшим врачам, но никто из них не мог мне помочь. Маргарита всегда такая активная девочка была, всегда чем-то интересовалась, занималась танцами, хорошо училась. Но в один день все изменилось. Я понимала, что с ней что-то происходит внутри, она очень нервничала перед школой, ее трусила, когда она выходила в школу. Молодая девушка скрывала от мамы причину своего беспокойства. В 16 лет я очень сильно влюбилась, это была моя первая любовь. Я пережила очень сильный стресс, так как эти отношения, они были очень предательские, закончились. Первая любовь для девушки оказалась не только безответной, но и стала объектом посмешищ и издевательств. И как оказалось, об этом знали все. И для меня это был очень сильный стресс, это был очень сильный позор. И это предательство, оно просто повлияло на всю мою жизнь дальнейшую. Я не могла ходить в школу, я не могла никого видеть из тех людей, которым я доверяла. Перестала общаться, ни с кем не дружила и говорила о том, что она не хочет больше дружить ни с кем, что она больше никому не поверит. Девушка боялась выйти на улицу, оставшись один на один со своей болью и разочарованием. Я считала, что дружбы просто не существует и что никто не сможет меня понять. И следующий человек, которому я откроюсь, он снова меня предаст. Я перестала испытывать радость, я была в постоянной депрессии, в постоянном унынии. Маргарите стало казаться, что причиной ее неудачи в любви был лишний вес. Хотя девушка весила всего 48 килограмм, при росте 1 метр 68 сантиметров. Она решила ограничить себя в еде, чтобы быть еще стройнее. Я стала мало кушать, отказывать себе в еде. Она постоянно взвешивала еду и боялась все время поправиться, чтобы не потолстеть. Постоянный отказ в еде привел к тому, что в организме Марго начался необратимый процесс потери веса. Я стала терять вес, и даже когда я что-то начинала кушать, мой вес все равно стремительно падал. Мама начала очень переживаться, меня спрашивали, что случилось, почему. За короткое время Маргарита похудела до 33 килограмм. Буквально остались кости и кожа. Обеспокоенная Виктория с дочерью обошли ни одного врача, чтобы найти помощь. В конечном итоге врачи установили, причиной физического и эмоционального истощения стала психологическая травма. Ей поставили диагноз «нервная анорексия». Расстройство приема пищи, характеризующееся преднамеренным снижением веса. Врачи направляли меня лечь в больницу для душевнобольных, там, где лечат шизофрению, там, где лечат такие серьезные психические расстройства. Но я категорически отказывалась ложиться туда, потому что я понимала, что я в сознании, я все понимаю, я осознаю. Я знала, что у нее нет никакой шизофрении, что она абсолютно здорова. Просто что-то происходит, с чем нужно разобраться. И я отказалась от лечения. Чтобы спасти дочь, мама Маргариты хваталась за любую возможность и постоянно искала решение их проблемы. И мы обращались и к экстрасенсам, обращались и обращались к разным психологам, к врачам-гомеопатам. Мне ставили капельницы для поддержания моего здоровья, ставили уколы. И я чувствовала, как это истощение, оно становилось все сильнее и сильнее. Мы обращались к самым лучшим врачам, но никто из них не мог не помочь. Я понимала, что очень серьезная угроза жизни, и мой ребенок может умереть в любой момент. И для меня это было самое страшное. Я выходила на улицу, кричала, плакала. Я понимала, что я не смогу жить, если вдруг ее не станет. У меня начали выпадать волосы. У меня очень сильно болело сердце, я ощущала в ушах шум. Я чувствовала, что мне оставалось уже буквально совсем немного, я действительно могла умереть. Было как понимание того, что действительно пару дней, и меня может просто не стать. Душевная боль из-за отверженности, осознание того, что она никому не нужна, не давало девушке покоя ни днем, ни ночью. Были моменты, когда Марго была на грани жизни и смерти. Разочарование, боли, первая мысль, это было покончить жизнь самоубийством. Нет, мама, я не буду, хватит уже. Я даже брала нож, я прилаживала его к венам. Мне было очень тяжело и плохо, и я действительно хотела умереть. Когда такие страшные вещи стали происходить с дочерью, мама Маргариты вспомнила, как в юности она тоже испытывала отвержение. Она рассказала Марго про череду самоубийств в их роду. Да, я в возрасте тоже с 16-17 лет испытывала вот такое непонятное чувство, что вот я никому не нужна, вот какое-то действительно отвержение внутреннее. У меня в жизни часто были мысли о самоубийстве. Одна прабабушка утонула в колодце, а вторая прабабушка повесилась, когда ей было 34 года, из-за того, что она испытывала очень сильную отверженность. И я начала замечать, что это все происходит со мной. Виктория с дочерью, перепробовав все возможные методы лечения традиционной и нетрадиционной медицины, осознали, что им может помочь только Бог. Маргарита начала молиться о помощи свыше. И вот однажды мы с мамой переключали каналы и попали на канал Возрождения. И остановились, потому что нас очень коснуло слово, которое говорил апостол. Услышав проповедь апостола Владимира Мунтяна, Марго поверила, что это и есть ответ на ее молитву. Я действительно просто настолько наполнилась радостью. В этот момент мы начали поднимать с мамой руки, мы начали славить Бога и узнали, что наша церковь есть в Днепре. Когда мы впервые пришли в Духовный центр Возрождения, мы в этот же день пережили Бога. Мы сокрушались, мы плакали. На служении Марго услышала о предстоящем колледже Гора Моисея и приняла твердое решение быть там. Я видела множество свидетельств об исцелении, от совершенно неизлечимых болезней, от очень серьезных болезней. Понимала, что там будет происходить, что-то невероятно. Я очень этого ожидала. Марго с мамой приехали на целый месяц в Киев, чтобы быть на колледже Гора Моисея. На колледже была невероятная атмосфера. Было очень сильное присутствие Бога. Я переживала радость в каждом дне. Я чувствовала, как Дух Святого наполняет меня. Я слышала очень сильное слово. Я получала ответы. В один из дней колледжа была молитва за исцеление и разрушение проклятий, которую проводила пастор Виктория Мунтян. В зале есть девушка, которая исцеляется сейчас от внутренней боли, что боль была очень сильная. Есть человек, который постоянно чувствовал себя отвергнутым. Этот Дух Отверженности, он владел вашей жизнью. Но сегодня пришел конец. Дух Отверженности, имя Иисуса, то будет разрушен прямо сейчас. И я ощутила, как в тот момент от меня отошел какой-то Дух. Я почувствовала, как это оставляет меня. У кого-то сейчас прямо исцеляется образ о себе. Ты видел себя искаженно постоянно. Прямо исцеление приходит. Эта болезнь ушла навсегда. И мое сердце, оно наполнилось просто сверхъестественной радостью. Радость буквально переполняла меня. Пришло понимание, что Дух Отверженности, который шел по роду, он был разрушен навсегда. Это действительно было чудо. Это было исцеление, которого я очень сильно ожидала. Когда я видела, что с ней происходит, я была самой счастливой на свете. Я понимала, что уже произошло то, чего мы так долго ждали. Радикальные изменения начались сразу же после молитвы пастора Виктории. Буквально в тот же день. Мне появилось желание кушать все, что я хочу. Я видела, что она расцвела. Она стала очень красивой. Она очень захотела жить, творить в этой жизни что-то. Я начала набирать вес. И это проходило плавно, постепенно. Пища начала усваиваться. Все начало меняться. И я стала весить 50 килограмм. Я пришла в свой вес. У меня появилось желание заниматься спортом. Я перестала бояться, знакомиться с новыми людьми. Я стала доверять людям. Я стала открытой. Я действительно начала радоваться новым знакомствам. Сегодня Маргарита неустанно свидетельствует о том, какое чудо совершил Бог в ее жизни. Чувства одиночества и отверженности остались в прошлом. А вместо этого пришло чувство радости и счастья. Появилось желание служить Богу и людям. Сейчас я лидер домашней группы. У меня прекрасная домашняя группа. Я благодарю Бога за каждого человека. Проповеду людям о том, что Бог может изменить жизнь каждого из нас. И Он может исцелить от любой болезни и избавить человека от любой проблемы. Я очень благодарна Богу и готова Его славить каждый день, что принес в нашу жизнь радость, счастье и любовь. Я благодарю Бога за нашего апостола, за пастора Викторию, за то, что Бог так сильно движется через них и меняет жизнь каждого из нас. И я благодарю Бога за то, что Он действительно явил свою славу в моей жизни. И что есть такая прекрасная церковь. И что Бог привел меня именно сюда. Субтитры создавал DimaTorzok